Итоги матча, который не состоялся. Крысиная нора против Красненькой речки. Красненькая речка, к сожалению, не смогла участвовать в этом матче. По своим причинам с нами в студии Дмитрий Старый. Дим, сегодня у вас очень хороший сбор на матч, которого не было. Вы там побегали. Да, так бывает. Не могу сказать сегодня спасибо сопернику за игру. К сожалению, настраивались, потому что игра была за 6 очков. Сегодня собрали очень приличный состав. Я думаю, замен 5, наверное, было. По сравнению с 5 предыдущими играми. Когда у нас играл, ты сам видел. Ровно состав был. И такая вот ситуация, что соперник не приехал. Ну, ничего, мы видел, вышли, поиграли между собой. Даже я побегал без формы немножко. Вот так, подурачились. Сейчас пошли переодеваться. Ну, взяли 3 очка, немножко отдалились от вылета. Вот. Будем готовиться дальше. Рабона у нас тоже. Игра за 6 очков. Вот. Так что, как-то так. Ну, я так понимаю, настроение все равно хорошее, потому что... Хорошее, конечно. Нет, но сегодня все равно по-любому. Ну, состав был очень хороший у нас сегодня. Я скажу, очень хороший. В принципе, все приехали. И я думаю, даже если бы приехала речка, то мы бы дали им бой. Вот. По-любому. Вот. Поэтому. Ну, так раз получилось. Бывает в футболе так. Может, у парней какой-то там форс-мажор. Тем не менее. Ну, я говорю, ребята получили все равно удовольствие. Сейчас подурачились. Сам видел. Побегали. Полчасика. А вот. Все пошли в душ сейчас и по домам. С хорошим настроением. Слушай, а такой вопрос. А если, допустим, да, красненькие речки, там, какое-то непродолимое обстоятельство. И, возможно, перенос игры. Возможно, допустим. А крысиная нора пойдет на это? Ну, тут решать климу. Тут решать климу. Ну, это должны быть какие-то очень серьезные обстоятельства. Потому что у нас тоже проблемы есть у ребят. Кто-то с травмой даже приехал. Ну, как бы мы собрались. Вот. Ответственно подошли. Ну, форс-мажор, может быть, если команда ехала, допустим, где-то и попала в аварию всерьезную. Это может быть... Или под мобилизацию. Да. Но я думаю, что это не так. Причина не в этом. Ну, конечно, это решать климу. Ну, нам, в принципе, я думаю, что, может быть, мы бы и сыграли с ними, если действительно у них там какое-то было. Но, я говорю еще раз, это решает клим. Тем более, ты сам знаешь, у нас сегодня сбор хороший, а следующую игру непонятно, приедет народ или нет. Поэтому... А где сам клим, кстати? Слушай, он в командировке. Он уехал в командировку, у него запланировано было. Мы хотели... Он хотел перенести эту игру, кстати. Вот. Но Дима сказал, что у нас был перенос, поэтому нельзя. И клим именно хотел сам присутствовать на этой игре. Поэтому, ну, видишь, я подсобрал своих сегодня. Сегодня хороший был сбор. Не все доехали, правда, еще кто-то на дежурстве там на каком-то, на работе. Но, тем не менее, хороший сам видел. Сегодня был состав неплохой у нас. Вот. Так что... Ну, как говорится, три очка не пахнут. Тем более, я говорю, что если там не какое-то серьезное у парней ЧП, то сами виноваты, знают, насколько принципиально серьезно. И для них игра тоже. Да, в фильме. Вот. Я смотрел их игру с Фортуной частями немножко, кусочками. Очень хорошее впечатление. Тем более, у них добавились люди из Сэндропа. Нормальные ребята там. Вот. Они дозаявку сделали, я видел, там, пару человек. Странно, что вот не собрались они. Это странно для меня. Учитывая их дисциплину, очень дисциплинированная команда, всегда хороший сбор, разминка. Сейчас непонятно. Так что вот. Такие вот дела. Ну, и на твой взгляд, вот благодаря этому матчу, конечно, крысы чуть отдалились от зоны вылета. Удастся сохранить прописку в Премьер-лиге? Теперь вы на шаг ближе. Я надеюсь, я надеюсь. Сегодня еще Рабона проиграла. Вот. К сожалению, вот мы растеряли очень много очков. И даже в тех играх, в которых мы проиграли, вот особенно последние там несколько игр, кроме вот действительно, как Клим говорил правильно, кроме Амтелла, нас действительно никто не разорвал. Ну, нет, еще Йорш был, и Ветеранов одна игра была, когда по 5-0 мы проиграли. Ну, где-то 3-4 игры, может, 5 от силы мы проиграли действительно. А так во всех играх, ты заметил, была борьба, и где-то на последних секундах соперник вырывал победу. Где-то нам не везло, вот как с Рабоной 3-1 мы вели, и в конце вот два каких-то нелепых гола, и мы проиграли. Так же, как и с Красненькой речкой первая игра ничья, мы в большинстве, и Саня Матвеев какой-то шальной гол забивает сумасшедший, и мы проигрываем. То есть не добрали где-то, мы сейчас уже должны были, конечно, быть не зоны вылета, а может быть, повыше. Ну, вот я говорю, все-таки сбор, травмы, ну, какой-то я говорю, не понимал я, что происходит, скажу, ну, дай бог, сейчас сезон заканчивается, кто-то отсеется, кто не ездил. Каюсов тот же у нас в Мариуполь вот уехал, он строительством дорог занимается, сейчас вот работает там, поэтому кто-то уезжал, кто-то еще что-то, поэтому как-то вот так сложилось. Я надеюсь, что все-таки нам, в принципе, обыграть Рабону надо только, и я думаю, все уже, нас по личным встречам никто уже не догонит, поэтому следующая игра важная, дальше будем играть в удовольствие, попробуем пободаться с Эденхаймом, с Амтелом, тяжело, но... Нет, ну, с Амтелом, смотри, какой у них сбор, вот сегодня я посмотрел, у них очень много ребят не было, тем не менее, они выиграли, хотя у Атлетика тоже моменты были. Амтел – сбалансированная команда, Клим в начале сезона там сказал, но я говорю, что я слежу за командами, я знал, что Амтел – это команда очень сыгранная, сбалансированная, сильная, поэтому они будут, скорее всего, в Суперлиге уже точно Спасибо